Связь через интернет установлена. Други мои, дорогие ютуба канала Армейцы, продолжаем наш предыдущий выпуск из-за большого объема, прекращенный на середине. У неуловимого человека, за которым охотится полиция, два имени – Фёдор Андреевич Сергеев и Артём. Второе – он выбрал себе сам, и под этим именем его знают на Украине все рабочие, солдаты, подпольщики, фабриканты, заводчики, чиновники, друзья и враги, угнетённые и хозяева. Слава знаменитого революционера велика, хотя он очень молод, ему 22 года. Но Артём нисколько не заботится о славе. Он живёт, как птица небесная, ни денег, ни лишней одежды, ни крыша над головой. Спасаясь от слежки, ночует в чужих квартирах, а иногда под открытым небом в чистом поле под звёздами. «Подпольщику не привыкать голодовкам», – говорит он товарищам. «Однажды Артём прошёл пешком 75 километров с огромной корзиной нелегальных книжек. У него не было с собой еды, и он по дороге только пил родниковую воду, да в полголоса напевал революционные песни». Кстати, у Артёма прекрасный слух. Он отлично поёт и танцует, и гопак, и украинский, и кадриль. Могли ли рабочие не любить такого простого человека с весёлым характером? Они горой стояли за Артёма и не раз спасали ему жизнь. Ведь Артём тоже не щадил своей жизни, когда боролся за их права. Но русской полиции всё-таки удалось схватить Артёма. После двух с половиной лет тюрьмы его отправили в ссылку в глухую сибирскую деревушку. Там он должен был жить до самой смерти. Но через восемь недель Артём бежал из ссылки. Он шёл по тайге один, без проводника и компаса, находя дорогу по солнцу и звёздам. Беглец пересёк Сибирь, Дальний Восток и морем приплыл в Японию, в порт Нагасаки. Оттуда он отправился в Китай, в порт Шанхай, где в это время хозяйничали англичане. Чтобы прокормиться, Артём стал кули, грузчиком, который запрягается в повозку вместо лошади. И, наконец, он поселился в Австралии. Здесь он был недосягаем для русской полиции. В Австралии Артём снова становится рабочим. Он работает взрывником на постройке железной дороги. Это опасно. Чуть замешкался, погубишь себя и других. А в один из воскресных дней Большой Том, так теперь зовут Артёма, соревнуется с англичанином Длинным Диком, лучшим рабочим в округе. Кто из них двоих скорее наполнит вагонетку землёй? Быстро мелькают лопаты. Вагонетка Тома полна. Судья опускает флаг. Зрители рабочие приветствуют Артёма, который теперь считается самым сильным и умным рабочим в Австралии. Артём в Австралии попадает на несколько месяцев в тюрьму, потому что и в этой стране он тоже был вожаком рабочих и боролся за их права. Но рабочие добились освобождения Артёма, устроив забастовку. Получив радостное известие о том, что в России свергли царя, Артём возвращается на родину. И вот он снова в Харькове. Прямо с вокзала он отправляется в редакцию газеты «Красный пролетарий», садится за машинку и пишет воззвание к рабочим. «В России революция. Большевики берут власть в свои руки. Артём счастлив. Борьба и трудности – его стихия. Он командир Красной Армии. Как рядовой боец с оружием в руках, Артём участвует в сражении с белыми. Его неукротимая энергия и мужество служат делу революции». Ну и сказочке конец. А кто слушал – молодец. Вот такой диафильм. Так стоит ли переименовывать Бахмут в Артёмовск? Может и стоит. Но для этого надо сначала установить, кто такой Артём, куда и при каких обстоятельствах он исчез в 1924 году, и почему его сын воспитывался в семье Сталина и стал зятем тоже анонимной главы испанской компартии Долорес и Барури. Да и хорошо бы до кучи выяснить, а кто такой сам Сталин, почему у него так мало родственников, и почему он не знал грузинского языка. А там можно и переименовывать. Но боюсь, что в процессе этого переименования как бы русские и украинцы не переименовали самих филологов. Крепких выражений у наших народов много. Как сказал Гоголь в «Мёртвых душах», выражается сильно российский народ. Вот цитатой Гоголя я сегодняшний выпуск и закончу. Советую её послушать длинным диком тоже. Гоголь – неплохой писатель. «А, заплатанный!» – вскрикнул мужик. «Было им прибавлено и существительное, к слову, заплатанный. Очень удачное, но неупотребительное в светском разговоре. А потому мы его пропустим». Впрочем, можно догадываться, что оно выражено было очень метко, потому что Чищиков, хотя мужик давно уже пропал из виду и много уехали вперёд, однако же всё ещё усмехался, сидя в бричке. Выражается сильно русский народ. И если наградит кого словцом, то пойдёт оно ему у ворот и потомство, утащит он его с собой и на службу, и в отставку, и в Петербург, и на край света. И как уж потом, не хитри и не облагораживай своё прозвище, хоть заставь пишущих людишек выводить его за наёмную плату от древнекняжеского рода, ничто не поможет. Каркнет само за себя прозвище во всё своё воронье горло и скажет ясно, откуда вылетела птица. Произнесённая метка, всё равно что писанная, не вырубливается топором. А уж куда и бывает метка, всё то, что вышло из глубины Руси, где нет ни немецких, ни чухонских, ни всяких иных племён, а всё сам самородок, живой и бойкий русский ум, что не лезет за словом в карман, не высиживает его, как на сетка цыплят, а влепливает сразу, как пашпорт, на вечную носку. И нечего прибавлять уже потом, какой у тебя нос или губы. Одной чертой обрисован ты с ног до головы. Вот так. Оставайтесь с нами и русские, и украинцы, и все смотрящие наши передачи. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова